О новых разведданных, которыми располагает Главное Управление Разведки, говорим с представителем его пресс-службы Андреем Юсовым. Андрей, здравствуйте. Приветствую вас. Слава Украине. Героям слава. Сразу к теме о фейках. Скажите, только ли панику и оттягивание сил ВСУ ставят для себя целью те, кто эти фейки разгоняет? Информационно-психологические и специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае это также мы видим разные цели. То есть, с одной стороны, вы абсолютно правы посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе среди жителей приграничных районов и областей. Это дезориентировать украинские силы обороны, расстрелить силы, перебросить силы. С других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической операции информационной является и сама Беларусь, и белорусы. То есть, нагнетание сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть и саму Беларусь в полномасштабную военную операцию, в полномасштабную войну сухопутную, чего до этого момента не было. Поэтому очень важно понимать цели, которые перед собой ставит враг, и не поддаваться на подобного рода провокации. Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы, она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, боеприпасами и бронетехникой, предоставляя свое воздушное пространство для ударов по Украине. Но говорить о том, что в ближайшем времени состоится полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем. Хорошо. Что говорит об этом, что Беларусь не будет пока что вступать полномасштабно в войну против Украины? Что происходит там в Беларуси, за границей, на границе с Украиной? Несмотря на то, что Беларусь продолжает насыщать частично мобилизированными, и количество российского контингента увеличивается на территории Беларуси, самой беларусской армии, ударной группировки, которая могла бы произвести подобную операцию и вторжение в Украину, не сформирована. И если сегодняшними силами беларусской армии будет произведена такая попытка, то это чистое самоубийство и для беларусской армии, и для режима Лукашенко. Главное управление разведки сообщало также о том, что новым смотрящим за тюрьмами в Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины Кремль назначил горловского криминального авторитета Армена Саркисяна. Скажите, что означает эта должность и чем этот смотрящий будет заниматься? Ну это, конечно, не столько должность, сколько это неформальное бюрократическое назначение. Мы говорим о перераспределении теневых сфер, и сегодня в сегодняшней путинской России на самом деле сфера тюремная стала одной из ключевых, в том числе и для реализации его планов и преступных планов касательно войны в Украине. Фигура Пригожина и частная военная компания Вагнера, хотя мы понимаем, это никакая не частная компания, для некоторых представителей российской политической элиты, для отдельных башен Кремля, видимо, стала слишком большой и также опасной. Поэтому пытаются создавать альтернативные сферы влияния и центры влияния. И вот будет попытка создать еще одно ЧВК Вагнера. Только под другим названием, очевидно, под другим финансированием, ну то есть такая себе внутренняя конкуренция. Что происходит в этой банке с пауками для Украины, как и для всего цивилизованного мира, интересно постольку, поскольку это больше вопросы к российской военно-политической и коммерческой элите. Результат будет один. К сожалению, наверное, в ближайшее время еще больше заключенных из России будут кинуты как пушечное мясо в Украину. Но, тем не менее, украинские силы обороны это не остановят, и наша земля будет деаккупирована. Вы сказали о том, что, очевидно, это связано с тем, что представителей разных башен Кремля может не устраивать ЧВК «Вагнер». А известно ли или можете ли вы назвать фамилии тех, кого это как раз ЧВК и не устраивает? Известно, но мы их называть не будем, не будем им мешать. Я думаю, что это прекрасный процесс, который изнутри закончится, в общем, на самом деле стратегически позитивно для Российской Федерации, для ее будущего, потому что смена режима и конкуренция элит – это в любых странах позитивный процесс. Поэтому в данной ситуации не будем им мешать и пусть занимаются. У нас своя работа – это деоккупация, это поддержка силы обороны. Этим Украина и будет заниматься. Да, удивительно кажется, что вот эта история с конкуренцией элит, она, по-моему, за последние два десятка лет наступила и случилась именно сейчас с полномасштабной войной России против Украины. Что известно о том, что происходит сейчас в рядах российской армии? Что слышно в перехваченных переговорах российских солдат, которые, например, в Украине находятся? Есть большое количество записей, которые доступны публично, и мы можем одновременно их с вами анализировать. Есть сейчас записи, которые в публичном доступе нет, но тенденция приблизительно одинаковая. Кто находится непосредственно в окопах, они, мягко говоря, не рады ни этой войне, ни состоянию российской армии, ни уровню командиров, ни уровню вооружения или обмандирования. Констатируют наступление по многим фронтам украинской армии, констатируют свое плохое обеспечение, отсутствие ротации. Много говорят о проблемах с выплатами. То есть морально-психологическое состояние рядового состава, оно и остается плачевным, и лучше не станет, в том числе и в зимний период. Очень интересным аспектом есть вопросы, как на той стороне линии отвечают, то есть непосредственно родственники оккупантов, которые в условной костроме общаются со своим братом, мужем или сыном. Там ситуация тяжелее и сложнее, то есть все-таки влияние телевизора пока существенное. Но чем больше возвращаются из Украины оккупантов так или иначе, или ликвидированными украинскими силами обороны, или ранеными, или дольше не возвращаются, просто слышат о той правде, которая происходит в Украине. Я уверен, что это влияет, и рано или поздно эту плотину обязательно прорвет. — Российские чиновники и пропагандисты вдруг заговорили о том, что Украина может и чуть ли уже даже и не собирается напасть на Белгородскую область. И это очевидно может говорить о том, что есть вероятность провокации российских оккупационных войск под чужим флагом. И вот тут интересно, какую оценку дает Главное управление разведки этому. Сможет ли Путин и готов ли он на такую провокацию пойти? — Безусловно, готов. И на эти провокации, и на многие другие. Путин и расисты своей пропагандой загнали себя на самом деле в тупик, потому что с формальной точки зрения для них сегодня между Крымом, Херсоном и Брянском или Белгородской областью нет никакой разницы. После всех этих псевдореферендумов и всей остальной чуши, они сами себе не могут объяснить, а что делать дальше. Ну, интересно, почему вы выбрали Белгородскую область, почему какую-то другую? Украина неоднократно на весь мир объявляла о целях наших сил обороны. Это деоккупация, возобновение суверенитета Украины и возвращение к международно признанным границам по состоянию на 1991 год. Не больше, не меньше. Все остальное — это фейки российской пропаганды, это грязные бомбы, когда информационные, когда другие. Я думаю, что мир, в общем-то, это абсолютно трезво оценивает. Как это оценивает российское население? Одна из целей подобных вбросов — это также активизация и попытка пассивную, вялую массу русских граждан как-то мобилизировать на войну против Украины, чего не получается и не получится. Потому что, несмотря на то, что они как рабы в массе своей идут на убой и молчат о том, что делает Путин, но рваться в бой никто не хочет. Отечественная война настоящая сегодня происходит со стороны Украины, которая освобождает оккупированные земли. А русские — это захватчики. И российское общество даже на подсознательном уровне это прекрасно чувствует. Как бы вы вообще оценили настроение внутри российского общества? Что говорит разведка? Какие есть данные? Потому что статистики из России честные не приходят. Невозможно никак измерить настроение внутри общества. А как украинская разведка расценивает настроение в российском обществе? Ну, есть цифры, есть тенденции. Поддержка, скажем так, оптимизма среди русских точно стала меньше. Уверенности в позитивном завтрашнем дне стало чувствительно меньше. Но в целом есть не только социология, есть другие инструменты, фокус-группы и так далее. То есть вот депрессия безнадёга и тревожность — это то, что сегодня набирает темпы в российском обществе и абсолютно справедливо. Есть чего тревожиться. Отвечать придётся за преступления, отвечать придётся за то, что наделали в Украине. И эти цифры растут, а растут и в центральных регионах столичных, и на периферии. Как бы не успокаивал себя русский диктатор и российская пропаганда, тем не менее, я думаю, что эта зима для российского общественного мнения будет очень тяжёлой и принесёт определённые изменения. А как можно оценивать сейчас состояние обществ в национальных республиках? Не знаю, в Бурятии, в Дагестане, в Чечне, в Калмыкии, в Тыва и так далее. Там в связи с тем, что с мобилизацией получилось как-то не очень красиво, и несправедливо. И количество призванных из национальных республик превышает порой в несколько раз в процентном отношении к населению. Количество призванных из, не знаю, Московской области или Петербурга. Это как-то повлияло на их мнение о Путине, войне и вообще о будущем или нет? Это котёл, который уже кипит, ещё не закипел, но обязательно будет готов. И где-то примеры разные, потому что Тыву сравнивать и Кавказ, и Чечню, и Ингустатию – это очень разные примеры с разным уровнем готовности к борьбе за свои права и другими вещами. Но тем не менее мы видим, что и в Средине России наиболее акции и протесты, которые происходили, они не были очень массовыми, но те, которые происходили, очень часто происходили именно в национальных республиках. Действия диаспор, действия политической оппозиции, которая вынуждена была оказаться за пределами Российской Федерации, также активизировались, активизировались в том числе и в плане борьбы за права коренных народов в России. Поэтому, безусловно, и на Кавказе, я уверен, что в ближайшее время и на других территориях так называемой Российской Федерации мы увидим активные действия коренных народов, которые будут бороться и защищать свои права. Сегодня их политические и национальные элиты к этому активно готовятся. Вы думаете, вот, например, все помнят видео из Дагестана во время, после того, как была оглашена частичная так называемая мобилизация, то было очень много видео с протестными настроениями. Но почему-то они как будто немножко стухли. Ну, стухли в частности, потому что режим включил заднюю и на отдельных территориях мобилизация или была приостановлена, или уменьшена код. Поэтому режим, конечно, боится протестов. И другой вопрос, насколько общество готово. Ну, пока готовится. И то, что Украина и Украинская Верховная Рада очень важные решения приняли касательно признания прав народа в России на самоопределение независимости Чечни в том числе. Это очень важные решения, которые запустили серьезные процессы международного и геополитического тракта. Спасибо большое, Андрей. Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины, был с нами. Поговорили с ним о новых информационно-психологических спецоперациях российских оккупационных войск и о том, какие настроения сейчас в российском обществе и его элитах.